Порой хочется поиграть во что-нибудь на телефоне или планшете вместо учёбы. Но всегда в самый неподходящий момент появляется учитель. К сожалению, в обратную сторону такая магия не работает. Как на дистанционной учёбе создать эффект, будто у вас плохое соединение с интернетом? Всё очень просто, смотрим и запоминаем. Больше вас не будут беспокоить внезапными вопросами по новой теме. Разница между тем, чему нас учат в классе, и тем, что дают в качестве задания на дом. А о контрольных и тестах я вообще молчу. Привет, с вами канал Фактория. Тот самый момент, когда окончил школу с отличием и универ с красным дипломом, но случайно встречаешь себя из будущего. В этот момент понимаешь, что все грамоты с Олимпиад ничего не стоят. Парень решил подшутить над нелюбимым учителем и выключил свет посреди урока. Спустя пару минут дверь специально закрыли, но это его никак не остановило. Следующим этапом будет найти виноватого. Он подставил случайного школьника и вновь выключил свет. В итоге все подозрения упали на бедного парнишку. Так раньше выглядели выпускники, которые прощаются со школы и накопившиеся кучей конспектов. В наши дни этот процесс выглядит немного иначе. Присылайте свои интересные видео по ссылкам в описании под этим выпуском. Один школьник решил пранковать каждого учителя, который ему встретится в этот день, при помощи коробки с выпрыгивающим пауком. У всех была совершенно разная реакция. Кто-то остался в восторге, а кто-то в ужасе. Вам задали выполнить работу, объем которой должен составлять не менее тысячи слов, но по окончанию не хватило буквально пары десятков? Выход очень простой. Пишем, что попало в самом конце, а затем меняем цвет шерифта на белый. Девушка отпросилась выйти в туалет, но она не может терпеть школьные уборные. Путь решения был выбран самый нестандартный. Уехать на своей машине в аэропорт, сесть на самолет, улететь в другой город и снять отель с шикарным туалетом. И затем, как ни в чем не бывало, проделать весь тот же путь обратно и вернуться в класс. И еще раз посмотрим, как прощались со школой раньше. После этого парень показал, как заканчивают обучение в условиях дистанционки. Сейчас даже в школах нужно носить маски. А вы знали, что веревочки от самой обычной медицинской маски способны распилить стул? Парень беспределит, потому что уже выпускник, а вам повторять такое не рекомендую. У ученика проходили занятия на свежем воздухе, и это был последний урок. За школьником приехали друзья, и он решил покинуть территорию школы самым наглым способом. У некоторых за время уроков накапливается столько энергии, что на переменах они начинают выплескивать ее весьма безумными способами. Для того, чтобы незаметно списывать с телефона, держите в фотогалерее скриншот заблокированного экрана и включайте его быстрым свайпом, когда подходит учитель. Пример того, как можно пранкануть своего одноклассника с аирподсами. Незаметно подключаемся к ним, а затем в переводчике включаем функцию проговорить текст словами. Что-нибудь типа «Ты выглядишь так, будто у тебя воняет изо рта». Не хотите сидеть со включенной камерой на удаленке? Приклеиваем к ней самый обычный стикер, а затем светим на стикер фонариком. Готово! Теперь все будут думать, что у вас на ноутбуке неполадки с камерой. Тот самый момент, когда очень захотелось пиццы прямо на уроке. К счастью, занятие проходило на первом этаже и была возможность забрать ее через окно. Этот момент знаком многим. Пытаешься списать на контрольной с телефона и ловишь на себе взгляд учителя. Тут же судорожно убираешь его в карман, чем еще сильнее привлекаешь внимание. А финал может быть только один. Телефон вываливается из рук. Быстрый способ создать видимость заинтересованности на онлайн-уроке. Записываем на камеру то, как вы сидите перед экраном в течение 30 секунд, а затем ставим это видео в качестве фона и уходим по своим делам. Всегда есть тот, кто вечно спрашивает, сколько осталось времени до конца занятия. Такого поворота событий он точно не ожидал. В школе, как и в повседневной жизни, порой случаются внезапные неудачи. К этому не подготовиться, так что просто будьте аккуратней. Один случай, когда класс коллективно начал сходить на перемене с ума и создал небольшую горку из скамеек. Стоило оно того или нет, решайте сами. А среди ваших одноклассников есть такой смельчак, который начинает танцевать за спиной учителя, пока тот пытается что-нибудь объяснить. Этот персонаж найдется в каждом классе. Тот самый торжественный момент, когда вас официально объявили выпускниками. По парню видно, что он сильнее всех остальных хотел окончить учебу. В вашей школе есть двухметровый школьник, который сильно выделяется среди всех остальных? Этот парень привык к такому вниманию и даже решил слегка подшутить над преподавателем. «Вы самый худший класс, в котором я преподавала!» Если вы часто слышите эту фразу, то можно закончить свое обучение перед выпускным серией розыгрышей на школьной территории. Но если что, я вам ничего такого не советовал. У нас вроде бы нет похожей традиции, но можно посмотреть, как выглядит последний учебный день с заграницей. Интересно, а убирают все это потом тоже они? Тот, кто снимал это видео, пообещал своему племяннику 50 долларов, если он сможет феерично опозориться на выпускном. В итоге он сказал, что это был лучший способ в его жизни потратить 50 баксов. Еще один смелый способ покинуть занятия. Вопрос только один, почему он дожидался учителя? Можно было ведь уйти, пока никого нет в классе. Видимо, парень любит рисковать. Удивительная способность этого парнишки заставляет восхищаться всех остальных одноклассников. Да, он без каких-либо сторонних приспособлений может нарисовать идеальный круг. Ребята просто хотели оставить вантос, прикрепленный к стене в школьном туалете, но они никак не ожидали, что события начнут разворачиваться по такому сценарию. Не в каждой школьной столовой еда радует учеников, поэтому некоторые готовят себе обед сами. Несквик для всего класса на перемене. Что еще может быть лучше? Тот самый момент, когда учитель вышел из класса буквально на пару минут. И все тут же начали сходить с ума. Итогом становятся сломанные парты, стулья и шкафы. Главное, чтобы не сами школьники. Учащиеся, которые обладают даром художника, могут при помощи пары цветных мелков на доске создать настоящий шедевр. Такое даже потом стирать не хочется. Картину можно смело нести в галерею. Мама решила проверить оценки своей дочери за прошедшую неделю. И увидела, что напротив пятерок нет подписей учителя. Это был самый непродуманный способ обмануть своего родителя. Но наивный ребенок все равно попытался. Учителю сказали, что в классе началась драка, и он тут же туда помчался. Но на самом деле школьники всего лишь хотели поздравить любимого преподавателя с днем рождения. Когда учитель забыл выключить проектор на перемене. И теперь все его ученики в курсе, что свободное время мужчина проводит в Бравл Старс. Надо быть на одной волне с тем, с кем работаешь. Так выглядит линейка обычного одиннадцатиклассника. Пятиклассники к выбору канцелярии подходят более ответственно. Ну а линейка первоклассника больше похожа на меч. Я ведь не один заметил, что нынешние школьники выглядят гораздо старше, чем есть на самом деле. Рядом с ними двадцатилетний парень сам кажется ребенком. Представляю вашему вниманию дневник одиннадцатиклассника. На первой странице заполнена только графа с именем, фамилией и классом. А на остальных абсолютная пустота. Учитель, который знает, как успокоить своих школьников. Надо дать им возможность безопасно выплеснуть накопившийся гнев. Всем бы таких понимающих преподавателей. Если вам нужно получить хорошую оценку за тест, проходящий на каком-нибудь сайте, то итоговый результат можно подменить через код страницы. Правда, прокатит этот способ не с каждым учителем. Пользуйтесь на свой страх и риск. Лайфхак, который поможет в случае, когда на парте нет крючка для рюкзака. Но, как выяснилось, его работоспособность в реальности оставляет желать лучшего. Сейчас вы, скорее всего, позавидуете обладателю этого идеального почерка. А домашние работы и вовсе выглядят словно страницы из учебника. Ребята решили немного посходить с ума на перемене и снять забавное видео. Финал был довольно предсказуемым, но все остались довольны. Что же еще можно было придумать с найденной рядом со школой покрышкой? Конечно же, только попытаться скатиться внутри нее с какой-нибудь горки. Парень записывал историю в инстаграм прямо во время урока. Это заметила учительница, забрала телефон и высказала все, что она думает о произошедшей ситуации. Очередной способ развлечься на перемене. Не могу сказать, кто здесь останется победителем, но со стороны выглядит довольно забавно. А пока на этом все. Подписывайся на канал и присылай мне свои интересные видео. Ну а чтобы это сделать, тебе понадобятся ссылки, которые мы оставили в описании к этому ролику. Давай не кисни там, хорошего тебе настроения! Субтитры сделал DimaTorzok